Другой месяц мы делим пополам. С первого по пятнадцатое число я иду на мастера продаж. Вот с первого, допустим, мая до 15 мая, или давайте наперёд, с 1 июня по 15 июня я хочу быть мастером продаж. Рисую себе, кому, как, что и как действовать. И второй период месяца, когда 16-ый июня, по 30-е, 31-е или 29-е, 28-е, до конца месяца. До конца месяца, одним словом до конца месяца, запомните, пожалуйста, это потому что мы как бы не старались вам рассказывать, рассказывать всем на каждый раз повторяем что один раз закрыли 300 300 вот таких степов 8 раз и вы будете мастером продаж и многие понимают так что 8 степов месяц два месяца три месяца вы получите мастера продаж в этот период надо закрыть свое мастерство когда вы знаете вот я сейчас сегодня буду рисовать немножечко по-другому вот вы идете на мастера продаж ваших 300 вы идете на мастера продаж вашей левые ветки и вашей правой ветки должно быть период с первого по пятнадцатое число 2 можно я без нулей буду два с половиной миллиона пиви ваших личных пока еще 300 вам сюда надо чтобы было 700 добавить 400 слушайте внимательно правой ветки сколько вам надо сделать это говорят мастера продаж те кто те кто только что пришел или те кто не понимает почему это два сто они сказали объясняю популярно совершенно верно вот эти 400 которые вы купили на свои личные айди в период мастерства с первого по пятнадцатого не важно 1 12 14 15 16 уже не пойдет тогда вам надо будет вы не будете мастером продаж в период мастерства наличные айди куплены переходит это подарок тоже от пак хамиле это еще одна вот новость когда мы шли первый раз на мастерство что здесь достаточно 2 100 и эти 400 приплюсовываются сюда при этом ваши 400 остаются на вашем личном айди это подарок от пак хамиле паркетинг план это еще один подарок и как вы дальше мы не шли вы всегда встретите вот эти подводные камни очень приятные запомнить в период мастерства но только один раз когда вы становитесь мастером продаж а сейчас сейчас пока не сделал а том сделала еще один подарок знаете что каждый раз если вы сюда добавляете 400 здесь вот будет меньше вы все равно будете мастером продать даже бриллиантовые мастера если вы это сделали вперед если человек с радостью бриллиантового мастера но делает мастера продаж и тогда да ну вот видите как то надо объяснить так чтобы вот вы потом отдельно еще поговорим про это мы сегодня будем про мастерские 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 мастера продаж ну в общем первый раз становится мастером продаж но помните что вы можете наличные 400 кинуть и вам здесь достаточно будет 2 100 и тогда хотела бы я задать вот могут быть другие цифры вы подумайте могут вот здесь быть другие цифры здесь Здесь будет больше, чем 400, здесь будет меньше, могут быть. И все равно вы будете мастером продаж. Понимаете? Это вот наша первая ступень, когда мастер продаж. Я почему начала снизу? Потому что следующая ступень, да, вот мы как-то вниз, вот так, вот так вот, чтобы вы относились. Следующая ступень у нас бриллиантовый мастер. Вот здесь я вернусь, да, почему, чтобы вы понимали, здесь два с половиной миллиона, два с половиной миллиона, это не за один день, на этом уходит 15 дней, две недели и схлопываются вот такие вот степы, восемь штук. Получилась у меня такая матрешка, в котором схлопываются степы каждый день. Первого, второго, третьего, пятого, кроме воскресенья, из которых состоят вот эти суммы, складываются. Понимаете, да? Понимаете, новички? Да. О чем он говорит, да? Вот такие вот степы. То есть мастер-продаж состоит из матрешки, внутри которой схлопываются степы и получается в сумме, в сумме, когда вы зайдете в компьютер и увидите продажу моей группы и поставите дату первого числа 06-го и поставите там, допустим, ну пускай будет это 15-го, 06-го, у вас выйдет общая сумма левая ветка сколько, правая ветка сколько, и вы всегда можете ориентироваться, сколько у вас уже набралось миллионов пили, 2 миллиона, 3 миллиона, по 300 тысяч каждый день набирается, это 8 дней нужно. Вот это понятно, да? Вторая ступень, второй наш ранг, бриллиантовый мастер, у которого 700 тысяч есть, но для того, чтобы стать бриллиантовым мастером вам нужно полтора миллиона наличным ID, чтобы было, левая веточка, слева и справа у вас должны быть по 2 мастера продаж, по 2 мастера продаж, рандом ниже, вот таких мастеров продаж у вас должно быть слева и справа у 2 человека, у некоторых выходит побольше с запасом, видимо, и это правильно, потому что у меня вчера, например, я пришла домой заглядывая свои продажи, у меня вчера степ не сложился, потому что мне не хватило всего 900 пили, и я срочно купила ID, чтобы у меня степ сработал, то есть эта ситуация, если повторится у вас, вот есть на мастере продаж, вы потеряете, но там можно догнать, поэтому следите все время в продажах моей группы. вот следующая ступень бриллиантовые мастеры, я вам не говорю самого главного, потому что, наверное, волнуйся, сколько же получает при мастере продаж, многие знают, да, где-то 27 тысяч рублей и плюс спонсорские вознаграждения, вот эти вот, бриллиантовый мастер получает где-то 45 тысяч рублей, да, плюс спонсорские вознаграждения, да, и подарки, все знают мастера продаж, все знают какие подарки, мастера продаж получают такой вот набор у нас, химохим, вечерний уход, фейн, бриллиантовые мастера плюс к этому набору получают еще ноутбук или планшет, да, или в денежном выражении, вот так вот награда. То есть у бриллиантового мастера должно быть два мастера продаж, новички, я для вас повторяю, два мастера продаж слева, два мастера продаж слева. Следующий, следующая ступень, это у нас мастер Шаронской розы. Шаронской розы. На личном айде сколько у него должно быть? Два миллиона четыреста. Слева. По два бриллиантов. Предыдущий ранг у вас должен быть слева и справа по два человека. Значит, здесь должен быть бриллиантовый мастер, здесь должен быть бриллиантовый мастер, справа тоже бриллиантовый мастер и бриллиантовый мастер. Представляете, насколько у вас должна быть слаженная структура, чтобы одновременно, да, иногда стыку складываются очень косые кривые, а чтобы пойти одновременно, у вас должно быть по два бриллиантовых мастера слева, по два бриллиантовых смера, право у которых тоже должно быть, да, вот эту ситуацию вы должны перенести вот сюда. У него должно быть четыре мастера продаждая справа слева. Согласны? Да. Чтобы стать мастером Шаронской розы. И получается, видите, какая матрешка, чтобы стать мастером Шаронской розы, у вас должны быть бриллиантовые мастера, должны быть мастера продаж, которых у всех идут вот эти степы. Представляете, какая матрешка в матрешке? И в этом случае мастера Шаронской розы получается где-то сто двадцать, сто двадцать два, в общем, сто двадцать я буду округлена, тысяча рублей, да, плюс мастерские вознаграждения, спонсорские вознаграждения, это мастерские, это подарок, это промоушен, а так, за то, что вы достигли вот такого, это за то, что вы такую команду себе воспитали, с которым вы работали, за это дарят вам сто двадцать тысяч рублей, то есть это мастерские, плюс сюда идут спонсорские вознаграждения, плюс сюда, когда у нас Юрий становился мастером Шаронской розы, видите, в руках у него это сто десять тысяч рублей, дарит вам опять компания в виде подарка, сто десять тысяч рублей, плюс путевку на двоих, четыре дня, ну, три ночи, да, что еще у вас там, стоимость, каждая путевочка будет, это на двоих, на двоих вы можете взять, и каждая путевочка где-то по сорок тысяч на человек, шикарно, звук быть, двое, два, следующая ступень, это у нас, у два, шаронская роза, да, все снизу, снизу, все, не надо даже мудрить, это запоминает каждый, но забывает про то, что в период, да, шаронская роза, здесь, сколько нужно наличным, а идея иметь, то есть от мастера шаронской розы два четыреста, я вам даже отмечу, два четыреста, два миллиона четыреста, они уже, они и так-то не сгорают, а здесь подарок-то не сгорает, и всю жизнь с вами, и вы можете не покупать на свой айти, покупать только, ну, раз в год сейчас по России, в Корее это два раза в год, для чего, для того, чтобы программа знала, что вы мастер шаронской розы, вы еще работаете в Атоме, что вы и есть, поэтому делайте на свою айти, обязательно в год раз покупать, ну, для подстрафовки два раза, чтобы не забыть. Два миллиона четыреста, почему просто от этого количества баллов дальше вам нет смысла набирать, потому что расчеты будут производиться все равно от этой суммы, от этого периода. Да? Вот это понятно, да? То есть, будет у вас здесь пять миллионов, там, шесть миллионов, но все равно будет рассчитываться, что у вас два четыреста, и здесь у вас будет шесть, но все равно будет рассчитываться от два миллиона четыреста. спонсорские вот эти вознаграждения можно проходить, да? Так, здесь у нас что было? Старый мастер, если кто не знает, наш Юрий первый старый мастер в России, когда он подтвердил его, имея двух шалон, взрос справа и слева, он получил где-то пятьсот тысяч рублей, спонсорские вознаграждения, да? И в виде подарков, вот здесь нет фотографий, но мы в прошлом году были на годовщине, когда, да, вся команда тогда еще онлайн был, это было в двадцатом, девятнадцатом году, да? Мы всей командой ходили там и очень сильно кричали, когда у нас в июле награждали эти деньги. Вот так же только не сто десять тысяч рублей, а пятьсот, да? Пятьсот пятьдесят, да, по-моему? Пятьсот пятьдесят, да, по-моему, тысяч? Пятьсот пятьдесят тысяч рублей – это подарок. Вот это вознаграждение за мастерство, за то, что он стал стармастером, плюс спонсорские вознаграждения, то, что здесь у вас сложились, да? А вот это просто подарок носится вам, показывает им, перекидывает вам на расчетный счет. Плюс сюда идет путевка уже на двоих, да? На четверых уже идет. На четверых, четыре дня, три ночи, да? Которые тоже стоят по сорок тысяч рублей. Шикарно, да? Пятьсот пятьдесят тысяч подарок, пятьсот пятьдесят тысяч, значит, миллион, еще плюс спонсорские вознаграждения. Вообще есть к чему стремиться. И сейчас у Юрия могут в месяц, ну, в вознаграждениях выходить там до миллиона. Вот пятьсот тысяч до миллиона. Вот такая у него структура, вы сейчас слышали, да? Как работает. Вот. Следующая, следующая ступень, вот мне хотелось бы вообще по-другому начать, да? Вот здесь вот, роял мастера. Почему я выделяю роял мастеров? У него будут, вы у себя рисуйте, если вы рисуете, и получится вот такая елочка, да, интересно. Вы рисуете себе здесь, у вас будет здесь у два стар мастера. Стар мастера. Стар мастера. Стар мастера. Два и четыре миллиона наличным. Вы становитесь роял мастером. Почему я ее выделяю? И мне очень нравится вот этот рант, потому что вот это, да, здесь получают где-то десять тысяч, да, десять тысяч долларов где-то. Вот уже переходим на то, что у нас нет роял мастеров, поэтому посчитать в рублях как-то приблизительно мы не знаем. Ну, так ориентировочно. Вот десяти тысяч долларов, да, плюс спонсорские вознаграждения. И больше всего, что мне здесь нравится, в подарок как это вознаграждение, а промоушен, подарок от Атами дарят вам бизнес-карту, в которой сто десять тысяч рублей на каждый месяц. Обязательно. Надо потратить. Иначе, да, иначе первого числа каждого месяца они обгуляются. И первого числа, мама, пять сто десять тысяч. Это получается у вас уже. Вот слово «зарплата». Вот я вернусь немножечко это, почему к слове «зарплата». У меня были такие люди, когда я становилась мастером продаж, у меня были такие люди, надо сделать мастера продаж, потому что они решили, хотя им никто не говорил, они решили, что они будут получать вот здесь эти вознаграждения, там двадцать семь тысяч, и где-то приблизительно тоже у меня получила где-то двадцать семь тысяч, где-то пятьдесят пять тысяч. Я первое вознаграждение получила за мастерство. И они считали, что пятьдесят тысяч рублей им будет приходить каждый месяц. У кого-нибудь есть такие мысли? Вот сейчас выкиньте. Если вы работаете, вы получите это. Если вы не работаете, вы не получите этого. Но мне почему нравится Royal Master? Вот здесь можно смело сказать, что сто десять тысяч рублей на вашей карте, карта, каждый месяц будет обнуляться. Это как зарплата. Да, согласны вы со мной? Вот здесь вы можете сказать – зарплата. Но помимо этого вы получаете степы и даже мастерство автоматом, потому что под вами посмотрите и мастер Шаронской розы, бриллианты. Это как минимум мастер продаж вы имеете за день можете делать. Мастер Шаронской розы делает мастера продаж за два дня. Нам на это пятнадцать дней это может… Чем выше статус, вы можете Шарона закрывать там за два-три. Согласны, да? Кто не понимает сейчас вот этот вариант? Почему я перевернула вот эту картину? что это как в матрешке, все внутри. И вот с этого момента у вас вот эта бизнес-карта, зарплата, вам дарят авто. Представляете? У вас уже есть авто, стабильная зарплата 110 рублей, стабильные степы. Да вы крутой, вот вчера показывали, да? Двое у вас это как работает. Так, вам дарят авто в аренду, аренду авто 60 тысяч рублей, да? Которые стоят аренду. То есть, если вы не берете авто, вы можете перечислить эти деньги 60 тысяч рублей. То есть, 170 тысяч рублей то у нас уже есть в кармане, можно сказать. Давайте так вот, да? Что? Нам же интересно, чтобы у нас в кармане было. Вот. Что еще нам дарят? Путешествие на двоих, это уже получается на двоих на 11 дней и 10 ночей. Да? Стоимость это уже нехило, 220 тысяч рублей каждая путевочка стоит. 220 тысяч рублей, это уже всего включено, мне кажется, там вот эти путевочки на двоих на 11 дней. Ну, вспомните, когда вы куда-то ездили, да? Сколько стоят ваши путевки? Шикарные подарки. Ну и следующий. Краунмастер, да? Краунмастер, вчера мы разговаривали с мистером Лимом, он нам все время показывает, нам учил. У него должно быть или есть и было по два роялмастера. По два роялмастера. Все так же может быть 2400, но уже здесь не 2400, вы же покупаете что-то, да, там больше, но все равно расчеты будут вести от 2, 2, 4, поэтому мы другие цифры здесь не пишем. Краунмастера у нас, вот я прям, я не знаю, вот у меня всегда голос дорожит, 16 миллионов рублей он выносится в чемоданчике. Вы видели Академию успеха Кореи, да, такой вот чемоданчик. Это же все визуализировал Академия, он визуализировал как империалмастеру, да, когда по два крауна мастера здесь. Ну, давайте мы вот так, неформально, без цифр, да, помечтаем. И он тоже визуализировал, когда у него еще ничего не было. Мы вчера видели, когда он у них был первый семинар в этом утином ресторане, где вообще потолки текли, там, то и сюда, первый семинар, потом вообще даже фотографий с первого нет семинара, второго семинара, да, но он себе представлял, что он на подъемнике привезет 50 тысяч долларов, вывезет на сцену, да, 50 тысяч? Миллион. Представляете, на подъемнике вывезет, и мы были в Корее, мы были в Атоме парке, да, Александр, и мы фотографировались вот этого муляжа, который вывозят, потому что вывезти на сцену, это действительно нет, они сделали вот такой вот муляж, там вот эта вот птица, и мы возле него фотографировались, визуализировали, понимаете. У Пакаргели это, конечно, было по-другому, визуализировали, он вообще необычный человек, рядом с ним не только там посидеть, да, как мы все рвались, просто это бешеная энергия человек, я не знаю, из чего у него там в голове где что рождается, у нас, по-моему, вообще таких даже нет этих изверий, но вот этот, на подъемнике вот эти вот миллионы долларов, вот тут прямо запечатанное ему возле него и возле нашей лебеди вот этой птицы, что фотографировались, вообще это очень здорово. И ведь это он не так, когда они появились, он уже знал об этом десять лет назад, давайте работать, и я вам буду вывозить на подъемнике вот эти деньги, это же действительно вывозят, уже скоро восьмому человеку вывезут на сцену вот этот подъемник денег, не то что говорили, тележку на подъемнике будут вывозить, вообще шикарная вещь. Вам надо рассказывать, империал-мастер, кто у него должны быть справа-слева? Все новички даже знают, да? Краун-мастера у него должны быть справа-слева, и вот представляете, вот эту вот верхушку, и получается вот такая вот елочка, внутри которой, чтобы стать империал-мастером, и все начинается с нас, с мастеров-продаж. В выпаде один мастер-продаж из этой зоны не случится империал-мастера. Поэтому самое важное звено – это мастер-продаж. И я вот упустила такой момент, смотрите, вчера рассказывали вам спонсорские вознаграждения, да, 70% пивиль от мирового нашего товарооборота, 70% делятся на 44% – это, помните, да, спонсорские вознаграждения, сколько у нас степус, 20% идут на мастерские, на всех мастеров этих, мастеров, не важно какого ранга, но 10% идут на мастеров-продаж. 10% идут мастерам-продаж. И этот фонд – никто не имеет права сюда зайти. Ни одной копейки, ни одной нет. Из фонда мастеров-продаж никто, несмотря на то, что они выше ранга, они нас не обижают. Да, чтобы вы вот это знали. Следующий ранг, вот эти вот проценты, да, 5% только получают мастера шаронской розы. Бриллиант. Да, бриллиант, бриллиантовые. Бриллиантовые мастера получают только 5%. Да? 2% получают мастера шаронской розы. Стар мастер получает 1,2%. Да? Дальше я вам добавлю. 1% получает роял-мастер. 0,5% получает один краун-мастера. И 0,3% получает только интериал. И это все равно выливается вот в такую сумму. Представляете, какой мировой товар оборот? А если с процентом, то 10% это только для нас, для мастеров продажа. Поэтому, если вы думаете, что вы пришли в Атоме, и вы только начали, и вас обижают, ни в коем случае нет. Все сделано так, чтобы вот это вот самое, самые начинающие, самые неуверенные, получали больше всего денег. Вот это у нас мастерские вознаграждения. Я вам всем желаю, чтобы вы достигли вот этого ранга. Потихонечку, не спеша, разбирали со своим спонсором, как правильно схлопывать степы, ловить степы. Я вам говорю, вчера мне не хватило 900. Пришлось купить это, чтобы сложился степ в 20-м число. И 900 пили не хватило. Все, я вам всем желаю удачи. Доброго дня. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok